Клево всем, друзья! Сегодня я на рыбалку приехал. Приехал половить карасика на поплывочную удочку. Начало лета. Настала теплая пора. У нас, правда, всю неделю шли дожди. Было довольно прохладно. Относительно прохладно для нашего края. На данный момент сегодня солнышко пока. Хотя во второй половине дня обещали, возможно, дождь. Хорошо, тепло. У нас небольшой ветерок, поэтому выбирал место с таким условием, чтобы мне не мешал ветер. Исключительно. Получается, ветер дует справа в спину, и у меня здесь затяжок. Поэтому остановился именно на этом месте. В водоеме много карася, за ним и приехал. Ловить буду на удочку. Вот такая у меня махалка. Шестиметровка. Уже полтора года на нее ловлю. Меня она полностью устраивает. Великолепная, недорогая. Брал в магазине. Приехал, выбирал, что понравилось в определенной сумме. Брал ее полтора года назад за 300 или 300. Такой китаец. Ну, адекватный, хороший, качественный китаец. Довольно легенький. Выбирал эти удочки на потрях. Была проблема. Даже у этой модели из трех удочек я выбрал одну. Две были, трясешь, она внутри как погремушка. Колено бьются. Выбирал, чтобы кончик не крутил. И потряхи при выборе удочки кончик не должен крутить, а должен вверх-вниз плавно ходить. И не должна быть погремушка. То есть вы на потрях не чувствуете, что она дрын-дрын-дрын-дрын, как детская погремушка. Все, друзья. На водоеме. Место ловли я уже оборудовал. Собираю удочку. Готовлю прикормку. И в бой, друзья. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Чтобы правильно огрузить поплывок, мне нужно сделать так, чтобы поплывок тонул. Тогда благодаря этому я смогу найти момент, когда крючок касается дна. А для начала мне это именно и нужно. Мне нужно, чтобы крючок коснулся дна. Поэтому я проверяю, как поплывок стоит в режиме в рабочем. Вот я смотрю, в каком рабочем положении находится поплывок. Как он выглядывает. Вот посмотрел. На данный момент вот такая огрузка поплывка является рабочая. Когда крючок, подпаски и основные груза находятся на дном. Теперь мне нужно сделать так, чтобы поплывок начал тонуть. Для этого я цепляю на крючок гробинки, тяжелые груза, чтобы поплывок утонул. Проверяю, хватит или нет. Так, все, тонет. Прицепил. Теперь начинаю добавлять глубину и искать положение, в котором поплывок выйдет на рабочую глубину. Когда он будет выглядывать таким образом, что как будто бы он в подвешенном состоянии. С одного раза попал. Но все равно проверяем еще. Уменьшаю глубину. Утонул. Чуть-чуть добавляю. Утонул. Еще добавляю. Вот. Четко. Нашел глубину, поплывок на данный момент выглядывает на своем рабочем диапазоне. Как он должен быть. Теперь я, зная в этом месте глубину, закинув вправо-влево, посмотрите, что там с глубиной. Закидываю правее. То же самое. Левее. Друзья, друзья, все то же самое. Справа-слева глубина точно такая же. Теперь мне нужно не потерять эту глубину. Если вдруг я решу на поплывке приподнять или опустить, мне нужно, чтобы я мог всегда вернуться на эту глубину. Это делается просто. Прикладывается поплывок к удилищу и маркером на удилище по низу поплывка ставится отметка. Старый у меня. Вот. Отметочку я поставил. Теперь я всегда, даже если собьется глубина, смогу вернуться на нужную мне глубину, когда я знаю, что крючок касается дна. И от нее уже плясать, что мне нужно. И поднять подпасок, или насадку на дном, или наоборот положить. У удочек чаще всего два варианта коннекторов. У китайцев это чаще вот такая вот веревочка с узелком. У европейцев, у российских удочек здесь наклеиваются, чаще всего спортивные удочки. Чаще всего здесь вклеивается пластиковый коннектор, который замочком открыл, леску зацепил, ловишь. Здесь леска накидывается петелькой. Далочку сделали, накинули, затянули. Все, никуда не денется, ничего не оборвется, все держится великолепно. Все, грузила я можно снимать. Я использую мягкие груза, и поэтому они легко снимаются. И кладу обратно в коробочку. Сами поводки у меня длиной 10 сантиметров. Примерно сантиметр еще узелок. Итого у меня 11 сантиметров. Я хочу ловить так, чтобы подпасок лежал на дне. Для этого, к этой глубине я добавляю 11 сантиметров. Все, подпасок у меня лежит на дне. Крючок с насадкой лежит на дне. Все, поплавок чуть-чуть приподнят выше нормы, так как подпасок лежит на дне. Все, глубина отбита. Можно начинать делать закорм. Прикормку я уже замешал. Не стал я показывать в тысячный раз, как я это делаю. Прикормка просто черная. Обычно черный лещ. Любой. Роли не играет. Просто заехал в магазин первого попавшегося черного леща. Самого дешевого купил. Производитель совершенно роли не играет. Нам нужна темная прикормка и с незверским запахом. Чтобы это был адекватный, приятный запах. Сюда я порезал немного кукурузы. Обычный баночный бандоль кукурузы. Ножницами порезал. И также сюда порезал немного червя. Все, вот такая получилась прикормка. Красивая, черная. Но сделал я очень тяжелую. Очень тяжелую. Чтобы максимально долго она лежала в воде. Теперь, сейчас 2 трети этой прикормки я сразу шарами выкинул на точку. Буду кормить шарами. Но 1 треть я оставлю на подкорм. Это очень нужно, чтобы поднять ажиотаж у карася. Вот такие шарики. Прикормка очень тяжелая. Очень липкая. Специально такие делаю, чтобы дольше лежали. И вот, если найти, вот кусочек червя. Вот кукурузка резаные кусочки. И вот, и сама прикормка. Разные частички зерновых тут очень много. Вот кусочек резаного червя. Вот кусочек. Вот, это то, что нужно, что карась, зайдя на точку, будет выбирать. Поехали. Часть шаров я мочу руки. И шар получается сверху более мокрый. Эти шары будут дольше лежать и размокать. У него как бы получается мокрая защитная оболочка, которая внутрь не будет пропускать воду, которая шарик взорвет. Все, закормил. Оставил прикормку на подкорм. Очень нужная, необходимая вещь. Без нее бывает такое, что через полтора, через два, через три, по-разному. От активности рыбы клев затихает. Начинаешь подкормливать, клев возобновляется. Сейчас я точку напугал. Всякая мелочь, густера, плотва уже на точке. Все, они наоборот, на эти звуки сбегаются. Карась начнет заходить, первые мелкие разведчики минут через 15. Крупный начнет подходить минут через 30-40. В принципе, можно ловить, начинать сразу. Можно сделать перекур, попить чайку. Подготовиться к рыбалке и начинать ловить. Все, друзья, поехали. В конце мая на большинстве водоемов у нас карась предпочитал кушать червя. Но, как всегда, начинать я буду с опарши. Сейчас карась будет, не будет. А вот мелочевка уже наверняка подошла и может первая клюнуть. Ну и опять же, когда зайдет карась на точку, все у нас большая вероятность видеть, что опарыша он скушает. И мы не пропустим момент, что карась уже там есть. Сейчас холодный период. И поэтому мелочиться не стоит. 2-3 опарика. Можно одевать смело. И вот с этого мы и начнем. Глубина небольшая. В районе метра, если не меньше. Вот первая поклевочка. И что-то очень шустрое. Маленький карасик. Вот вам, друзья, прошло 10 минут. И первая поклевка. Маленький карасик. Отпускаем малыша. Разведчики. Первые вот такие малыши, как разведчики, подходят. Всегда первые. Они самые шустрые, самые активные. Надеюсь, позовет папу, маму, дедушку и бабушку. Оп-оп-оп. О! Это гроза кубанских водоемов, друзья. Уклейка. 12-й крючок с двумя опарышами в заглот. Ну, плотва, друзья. Вот такая. Вот такая рыжая красавица. Потва не нужна. Отпускаем. Так, карасика поймал. Густеру плотву поймал. Уклейку поймал. Так, еще здесь есть у нас густера. И подлещик. И окунь. Кто? Следующий. И сюда что-то, вот это на карасика похоже. Ребята, карасик, походу. Карасик, да, только попой. Попный карась. Вот так вот, карасики попами клюют. А потопил-то. Карась подходит потихонечку. Отлично. Хорошо. Утро, солнышко. Ветерок в спину. Ветерок такой слегка свежеватый. За счет этого прикольно. Не так жарко. Солнышко палит. А ветерок освежает. Уклейка. Сколько ее там. Представляете, друзья, максимально тяжелая прикормка, которая не должна пылить вообще. И эта гадость там, в большом количестве, которая собирается напылить. Но наличие уклейки порой очень-очень плохой признак, когда она на дне. Очень часто это говорит о том, что крупной рыбы нет. Если уклейка одна за одной клюет прям со дна, через любое время, сразу, через несколько минут, это главный признак, что даже там чего-то типа плотвы нет. На данный момент шары активно работают. Все равно какие-то мелкие частички, плюс с маслами, поднимаются вверх. Какая-то бодяжка идет. И поэтому сейчас там еще происходит бурление. Если этот шар положить в аквариум, то будет очень сильно видно, какой люфтинг поднимается. Прямо вода будет с поверхности смотреть, она будет аж расходиться. На точке начались какие-то движения. Поплывок пирический. Оп, сейчас вот повело. Вот это он. Небольшой карасик. На точке начались движения. Поплывок пирический. Кто потянет, кто приподнимет. Это, я более чем уверен, то были не поклевка. Перед этим у меня несколько растонуло. Я подсекал, ничего не было. Это с большой вероятностью карась на точке. Уже начал собираться. И просто цепляет леску. И поплывок с длинной антенкой, они всегда имеют большой ход. Буквально легкое поддергивание. Он начинает всплывать. Если правильно огружен. И так же легко тонуть. Если правильно огружен. С длинными антенками. Это очень легко заметно. У них вот этот люфт плавания. Очень большой. И вот по ходу на точке начал собираться карась. И цепляет леску. Вот поэтому он слегка зацепил. Он приподнял, притопился. А я думаю, поклевка. Больше чем уверен, что вот это именно. Хорошо. Ветер в спину. Не сильно тянет. Легко контролировать поплывок. Из-за ветра я специально знал, что ветер. Взял поплывок более тяжелый. Почти 3 грамма. Такой, в районе 3 грамм. Думаю, если ветер легче контролировать поплывок. Именно более тяжелый. Но длинная антенка поплывка. Даже поплывок с большим весом. Вот, все. Он ходит. Рыба там есть, цепляет. Значит, можно уже пробовать другие насадки. Червя, кукурузу. Поплывок с длинной антенкой. Позволяет поставить легкий подпасок. Именно вот такой формы. Когда типа спортивного, но более длинная антенна. Легкий подпасок. У антенки все равно большой ход. И мы видим поклевку даже на легком подпаске. Когда слегка приподняли, антенка все равно уже вылазит. Поэтому небольшая глубина, ветерок. Я поставил 3 граммовый поплывок с длинной антенкой. Я его легко могу контролировать. И в то же время у него небольшой легкий подпасок, который не будет бояться рыба. Ну и красивые поклевки на подъем. Друзья, что делать, когда леска у вас пошла дугой и начала тянуть поплывок? Все очень просто. Кончиком удилища. Просто вот так вот леску раз. И перекинули в обратку. Все. Леска перекинута. Ждем следующего прогона. Потом опять кончиком раз. Перекинули. И в итоге поплывок у нас стоит на месте. Мы только перекидываем леску. Малыш. Малышенький карасик. Беги домой. Сойка пролетела. Классно. Тишина. И птицы летают вовсю. Жаль, нету деревьев здесь. Было бы вообще шикарно. Птицы только пролетом. Безлыжные, как на той стороне, поют. Ой, соломушка на той стороне разрывается. Ой, песенки поет. Ничего себе. Бурк и нырнул поплывок. Ой, красавец. Небольшой, друзья. Но карасик и красивый. Хотелось бы покрупнее, но что есть так. Попробуем чесночок. Уже почти пустой. По холодной воде отлично поработал. Так, так, это интересно, интересно. Павел, Павел, иди сюда. Ого, 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 ох, ничего себе. Упирается как. Ага, нет, в ротик. Думал, забогрелся. Вот это уже хороший карасик. Вот этого я здесь и ждал. Это вот здесь самый шикарный размер. Бывает на порядок побольше. А так вот то, что я ждал, друзья. Вот уже побольше карасик. Вот такой красивый. Я надеюсь, не первый. И начнет еще крупнее подходить. Оп, 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 давай, 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 давай. А, мимо. Некрупненький брал. Вроде приподнял, повел, но как-то не уверенно. Вот как это понимать, а? Поднимает, вроде бы и бросает. Или за леску это цепляет. Не пойму. То ли поклевка, то ли просто за леску цепляет. Ох, какая красавица. Вот это красотища села. Гнездо там, наверное, у него. Оп, оп, давай, ну что ты. А, сход. Неплохой был. Столько времени мучил. Ничего себе у клейки. Мелчилка перехватывает. Давай, давай, давай. Вот так вот, друзья. Сверхгигантус рыбус. Ох, какая поклевочка. Опа. И мимо. Вот так, друзья. Шикарная проклевочка. Повело. Профессионально. И басбатся мимо. Бывает? Так, еще раз пробуем уколовушку. Так, удачное место выбрал. Ветер в спину. Классно. Если бы сейчас день сбоку был, было бы очень некомфортно. В том месте, где кидал прикормку, вокруг вот поплавка, видно, куча пузырьков поднимается. Работает прикормка, плюс роется карась. Прикормка отрабатывает. И масла, всякие кормовые частички поднимаются вверх. Плюс роется карась, и то же самое дополнительно поднимает. Кстати, хорошо. Комара практически нету. На Кубане сейчас бы меня уже ели. Почему-то вот на степняках не везде есть у нас комар на степных водоемах. А вот на Кубане в любом месте, где не выпьешь, не выйдешь, едят. А здесь очень много мест, комара очень-очень мало. Ну, шкара в глаза лезет, это терпимо. А вот комар, куда много, он шкарик с тевалом летает. Ой, ой, давай, 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 давай. Ну, красиво, красиво. Иди сюда, иди сюда. Ох, хороший. Плодушечный карасик, не сильно большой, ну, пойдет. Ох, на той стороне запел. Как ушко пошла. Такое впечатление, что птицы между собой общаются. В том, разные виды. Малыш, кибальчиш. При ловле карася многие допускают огромную ошибку, сыпят прикормку насыпью, прям, вот, корстями кидает. Так делать категорически нежелательно на карася. Вот эта вот муть в воде его очень порой отпугивает. Лучше сделать шары и кинуть шарами. И чем шар будет плотнее, чем он дольше там будет лежать, чем меньше разваливаться, тем будет привлекательнее для карася. Даже если вы ловите макуху, сделайте так, чтобы макуху можно было слепить в шар. Добавьте в нее кашу, хлеб, чтобы это был шар. Слепите плотный максимально шар и киньте его, чтобы он дошел до дна и там опустился, и лежал кучкой, и не спеша разваливался. Это будет намного привлекательнее для карася, чем вы сыпанете, создадите облако мути. Это для карася неприемлемо. Ну, иди сюда. Некрупный, поэтому и нерешительный. А есть-то хочется. Ну, давай, давай. Иди сюда. Иди сюда. Давай, давай, давай. Ну что, друзья, половил рыбку. Лов невеликий. Вернее, как, поймал нормально. Но рыбка мелкая. Карася много, все-таки он стал. Самое интересное, самое интересное, стал клевать на дном. 5 сантиметров на дном и поклевки пошли одна за одной. На дно опускаешь, тишина, поклевки долго ждать, клюет. 5 сантиметров на дном и подъем повело, подъем повело. Небольшой улов, ну, как небольшой. Штук 30 карасей, но в основном невеликий размер. Если бы это был карат хотя бы грамм 250-300, то он был бы ого-го. Рыбку половил, друзья, удовольствие получил. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова